Почему вице-спикер областного законодательного собрания Михаил Курашин внес интересное предложение на рассмотрение своих коллег на заседание рабочей группы, которое состоялось 17 июня? Михаил Вячеславович предложил следующее. После открытия пленарного заседания председателю следующим предоставляется слово представителям фракции для выступления по актуальным социальным, экономическим, политическим и иным вопросам. О пятиминутном выступлении идет речь. Делается это в первую очередь для того, что в начале этих заседаний областного законодательного собрания присутствуют всегда журналисты, и, соответственно, чтобы представителю каждой фракции дать возможность поработать, так сказать, на камеру и донести до своих... А фракцию на сколько? Четыре. Четыре, значит, 20 минут, да? Итого 20 минут. Итого 20 минут, потому что больше там выступать никто не может. В качестве представителя фракции может выступать депутат, являющийся членом фракции, либо депутат, не вошедший ни в одно из депутатских объединений, или вышедший. То есть это 20 минут от собрания УЗС. Это немало, на самом деле. Немало. А предложение, насколько я помню, озвучивалось и ранее, и вот тогда депутаты некоторые высказались за то, что, ну, что вы, это слишком много. Потому что заседания затягиваются иногда надолго, и для того, чтобы решать какие-то оперативные задачи, каждые пять минут, на самом деле, важны. И поэтому 20 минут в начале собрания, возможно, вызывает у кого-то из присутствующих в УЗС смущение, в общем. Хотя, на мой взгляд, это может быть и правильно, и интересно. Главное понять, в каком там, какой регламент был бы этих пятиминуток. То есть могли бы эти пятиминутки быть основанием для рассмотрения вопросов, вынесенные в эти пять минут в заседание УЗС, либо это какой-то там, например, затравка на следующее заседание, чтобы не нарушал... Или просто обращение к общественности. Либо просто обращение к общественности. Главное, чтобы это не нарушало, например, повестку дня, для того, чтобы не сорвать само заседание. Может быть, этого еще опасается. Сейчас мы это выясним. На связи у нас Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания, автор проекта постановления о пятиминутках. Михаил Вячеславович, добрый день. Добрый день. Мы должны признаться сразу, если у нас хватит времени, то мы хотим поговорить не только о вашей инициативе в ЗАГСобрании, но и о ситуации с домом, на который упал кран 26 мая, если получится. Для начала все-таки инициатива. Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения. На самом деле идея связана с тем, что каждая партия, которая представлена в ЗАГС, на наш взгляд, должна иметь возможность высказать свою оценку, свое суждение по той или иной ситуации, по тому или иному факту, по тому, как идет процесс государственного управления. Потому что не всегда есть возможность, и даже в формате работы информационного управления ЗАГСобрания, есть возможность каждой фракции сказать о том, почему то или иное решение именно такое. И в связи с этим было предложено использовать практику, которая существует в Государственной Думе, когда каждая партия имеет возможность до пяти минут перед началом делать либо заявление, либо какой-то комментарий, как по вопросам повестки, так и в целом по политической ситуации. То есть, в общем-то, регламент этот отработан на уровне Государственной Думы, и он известен всем. И многие депутаты, в том числе и те депутаты, которые, я думаю, что будут голосовать против этой повестки, в принципе, признают, что такая возможность, условно говоря, выпустить пар, она действительно хороша, потому что дальнейшая работа, она зачастую идет в перехлест эмоций, и это связано именно с тем, что не всегда удается донести позицию партии. Вы сказали, что, может быть, те, кто будет голосовать против этой инициативы, все-таки согласятся и считают это правильным. Как же так? Если считают правильным, почему против? Ну, здесь, на мой взгляд, не всегда, скажем так, логика и разум двигают многие решения, потому что мы с вами понимаем, что в большей мере эти пятиминутки могут оказаться возможностью критики действующей партии власти, действующей федеральной власти. То есть, и поэтому представители партии, которые в настоящий момент имеют номинальное большинство, они не поддерживают. Насколько мы понимаем, эта идея озвучивалась и ранее, да? Тогда была непростая ситуация, предвыборная, и депутаты от оппозиции, они хотели высказать свою критичную точку зрения по поводу ситуации в городе. И тогда идея депутатами не была поддержана. На самом деле это было не в выборный период, это было уже в поствыборный период. Это было связано, опять же, и авторами инициативы, в том числе выступал я, это было связано именно, скажем так, в поствыборный период, когда во многом пленарные заседания тоже используются как агитационная площадка. И все мы помним с вами ситуацию, когда оппозиционные партии вышли из зала, в том числе в связи с несогласием с теми решениями, которые предлагалось принять. А возможности высказать, почему оппозиционная партия у них не получилось, потому что официальные каналы были перекрыты позицией только одной партии. В результате получилось, что для многих граждан, и в том числе средств массовой информации, данный выход из зала оказался такой некой исключительно пиаровской акцией, не имеющей смысла. Хотя на самом деле смысл там был большой. Именно тогда мы и вышли в первый раз с инициативой о том, что давайте мы ведем по опыту пятиминутку, чтобы вредь подобных ситуаций не повторялось. Вы ожидаете, что когда будет приниматься решение 26 июня по введению или не введению пятиминуток, какое решение будет принято? Ну, я могу сказать, я на самом деле затрудняюсь, потому что я знаю, что в «Единой России» есть немалое количество депутатов, которые поддерживают данную идею. Но если, опять же, будет попытка принятия фракционного решения о единообразии голосования, тогда у инициативы есть все шансы не пройти. Но в любом случае, даже если она не пройдет в этот раз, я буду ее повторять до тех пор, пока здравый смысл не распоржествует, как я считаю. Спасибо, Михаил Вячеславович. 26 числа узнаем, когда что. Ну и вот теперь вторая тема, на которую хотели бы с вами поговорить. Ситуация с домом на Ленина 188, корпус 4. 26 мая на это строение рухнул башенный кран строительный. Мы знаем, что вы активно следите за развитием ситуации. Наверное, почему стоит слушателям объяснить? Нам сейчас показывает наш звукорежиссер, что разговор закончен с Михаилом Курашевым. А, все закончился, к сожалению. Как же так? Как так произошло? На твои слова спасибо большое. Мы поняли, видимо, Михаил решил, что мы закончили эту тему с пятиминутками и закончили вовсе. Будем снова Михаила набирать? Сейчас хотим увидеть сигнал от нашего редактора, набираем ли мы Михаила Курашина. Все-таки попытаемся ли мы у него узнать про дом на Ленина 180. Потому что много там тревожной информации поступало. Да, есть, есть, да, телефонный звонок. Много тревожной информации поступает. Напомни, пожалуйста, пока слушателям, потому что есть у нас три минуты, и, возможно, успеем комментарий получить. Да, наверное, все-таки получится сейчас. Получится, отлично. Михаил Вячеславович, вы снова на связи? Да. Да, да, да. Вот по ситуации с домом на Ленина 188, вы активно принимаете участие в обсуждении этих проблем. Наверное, стоит пояснить слушателям, что вы там раньше проживали, да? Да, я там проживал, и одна из квартир, которая пострадала, это моя бывшая квартира. Как сейчас там обстановка? Как чувствуют себя жильцы и основные их претензии? В чем заключаются? Ну, на самом деле, настроения, они такие достаточно настороженные, потому что не совсем до конца все-таки, скажем так, в полном объеме озвучен механизм, по которому будет проходить возмещение именно личного ущерба. То есть это все, что касается не балконов, а личного имущества. Поэтому такие есть определенные осуждения и определенные разговоры о том, что там ситуацию могут, словно говоря, каким-то образом спустить на тормоза. Все, что касается общедомового имущества, повесить непосредственно балконов, ну, компания-застройщик, она балконы восстановила, вот, но жильцы так и не получили ответ на главный вопрос, а насколько безопасен дом? То есть результатов экспертизы дома пока еще нет. Никто не озвучивает. Там была высказана мысль о том, что нужна независимая какая-то экспертиза. Так, кто проводит экспертизу сейчас? Привлекать какую-то? Какая организация? Стороннюю организацию. Ну, значит, была достигнута договоренность, и представитель компании-застройщиков предлагал три фирмы, которые могли бы провести экспертизу. Сначала жильцы становились одной фирме, а эта фирма отказалась сейчас. И в том числе уже представители от жильцов ведут переговоры с еще одним из представителей. Вот в данном случае, если будет достигнута договоренность, тогда это будет уже озвучено. Если не будет экспертизы, то не будет оснований для, я так понимаю, выплат? Нет, основания для выплаты, они наступают автоматически. Другое дело, что в случае, если компания-застройщик будет признана все-таки виновными, это второй результат, который ждут жители. Результат заключенной экспертизы о том, виновна компания-застройщик или нет. И если застройщик виновен? Ну, тогда уже встает вопрос о том, что помимо возмещения общедомовых, то есть обратной застройки балконов и компенсации личного ущерба, ну, тогда уже встанет вопрос о компенсации морального ущерба. И тогда могут жильцы, что называется, вцепиться в застройщика? Ну, как бы так, да. Право такое у жильцов появляется. Единственное, что я думаю, что и компания-застройщик очень достойная, опытная. И не случайно, вот сейчас уже там известно, что компания-застройщик поменяла свое название. Да, там, с чем это связано, к чему это связано, пока мы, в данном случае, как жильцы и представители жильцов затрудняемся искать. Мы вас поняли, спасибо. Спасибо, еще раз спасибо. Михаил Курошин был с нами на связи, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Мы вас поняли.